Здравствуйте, мои любимые мальчики и девочки, папы и мамы, бабушки и дедушки! Сегодня мы будем слушать сказку «Бабочка». Итак, жили когда-то на острове Лусон брат и сестра. Они были сироты, родители у них умерли. Ампара был старший, а Эстер младшая. Они выращивали овощи и цветы, продавали их и этим кормились. Ампара и Эстер были совсем разные. Эстер была очень трудолюбива, работала, не покладая рук. Зато Ампара был ленив. Он даже думать не хотел о том, что нужно добывать пропитание для себя и сестры. И помогать по хозяйству. Что ни день, уходил он на берег глубокого ручья и часами рассматривал в воде свое отражение. Домой он возвращался только когда начинал чувствовать голод. Эстер ставила перед ним еду, а он всегда был недоволен. «Почему ты покупаешь все такое невкусное?» Сердито спрашивал он сестру. «Не могу я есть эту мелкую рыбешку, а ты меня ею все время кормишь». «Пара», — ласково говорила Эстер, — «потерпи немного. Завтра я наберу на огороде и в нашем садике овощей и цветов, продам их и куплю свинины». «Каждый день ты мне обещаешь это», — прерывал ее Ампара, — «а готовишь одно и то же». И вот однажды Эстер не удержалась и сказала, — «ты же ничего не делаешь, чтобы помочь мне. Огороду не хватает воды, да и цветы наши тоже вянут». «Что?» — воскликнул Ампара, — «уж не хочешь ли ты сделать меня своим батраком?» «Нехорошо нам, сиротам, называть друг друга батраками», — сказала Эстер. «Подумай, ведь нас только двое, и нам не у кого просить помощи. Не хочу я слушать твои нравоучения», — крикнул Ампара, — «оставайся одна и сама ешь свою костлявую рыбешку». Ампара пошел в цветник, сорвал душистую розу и отправился к ручью. А Эстер, оставшись одна, расплакалась от обиды на брата, но вскоре опять принялась за домашние дела, горевать ей было некогда. Ампара в это время уже стоял у ручья. Позабыв обо всем на свете, он глядел на свое отражение в воде и не мог наглядеться. Розу, которая у него была, он вплел в волосы. И вдруг Ампара поскользнулся и упал в воду. Как раз в это время к ручью подходила Эстер. Она шла посмотреть, что делает брат. Эстер увидела, как Ампара упал в воду, бросилась к ручью и закричала «Пара, пара!». Ампара не было видно, и Эстер стала громко звать на помощь. Люди прибежали, но увидали только круги на воде. Попробовали нырять, надеясь отыскать в воде тело Ампара, но так и не нашли. А вскоре все увидели, на поверхности воды всплыл цветок. Это была роза, которую Ампара вплел себе в волосы. Только теперь у нее оставалось всего четыре лепестка. Цветок медленно поднялся в воздух и полетел. У него появились крылья. Изумленные люди не отрывали от цветка глаз, а он летел, переливаясь всеми цветами радуги. Эстер побежала следом за ней, побежали другие. И вскоре все увидели, как цветок прилетел в сад Эстер и стал порхать, перелетая с куста на куст. Те, кто видел это, рассказали о случившемся своим детям, а те своим. И с тех пор, когда люди видели бабочку пара-пара, они говорили, это Ампара, наказанный за свое бессердечие и леность. Вот и сказке конец. А кто слушал, молодец! Понравилось видео? Подписывайся на канал, ставь лайк, пиши комментарии, жми на колокольчик. До встречи в новых видео! Субтитры сделал DimaTorzok